Мы пришли в ЦУМ и сделали открытие. Тут есть лифт! Еще и лифтер тут. Нам на четвертый. Я водитель тут. Все серьезно. На четвертый? Пока. Как будто не ЦУМ, а какая-то больница, да? Ты хочешь сказать, это судьба? Судьба привела. Нет. Мне нужен маленький на кухне. Он стоит тысячи четыре. Ты посмотри вон по правую сторону. Смотрите, какая она маленькая. Нет, вот по сравнению. Это? Это самый маленький. Это средний фотоаппарат. А это? Маленький пуско. Интересно, как он фотоит? Это для Вари. Точно. Не, но офигенно, как фото. 5DS. И стоит, наверное, да? Нормально. Оказывается, это не камера, а сувенирчик. А мы стояли там. О-о-о-о. Подержала я в руках свою будущую камеру, но покупать сейчас не стали. Так как если ее заказать и внести предоплату, она придет через неделю и будет стоить на тысячу сом дешевле. А это уже флешка 32 гигабайта. Поэтому неделю уж как-нибудь я потерплю. Как называется, Сереж? Этот парк, сквер. Дубовый парк же возле Панфилова. Ну, в общем, парк, который находится напротив вечного огня и неподалеку от Сума, облагородили. Тут аллейку перекрыли, асфальт постелили. Это правильно будет так сказать? Уложили. Еще пианино тут поставили. Тимош, смотри, это музыкальный инструмент. У меня тоже есть. Мам. Тоже есть? Да. Тоже есть там. Нет, у тебя игрушечная, а это настоящее. Тут Беларусь, СССР. Классно. Вот, видите, теперь для чего. Сереж, сфотой меня тут? Смотрите, клумба красивая. Большая. И посередке стоит рояль. С цветами. Красивый. Только к нему не подойти. Тут вот тоже все в цветах. И пойдем. Все, концерт окончен. А еще вот такие маски с разными эмоциями. Улыбается. Тимош, а вот эта маска что делает? Как ты думаешь? Подойди поближе. Злится. Злится. Там маска улыбалась. Злится. Не знаю, зачем здится. Этот как ухмеляется. Удивляется. Это мама. Плачет? Да. Ну, можно и так сказать. А вот этот. Получилось, а сами не захотели за то, что погода непонятная. Вот сейчас стоим в теньке. Вот в этой толстовке комфортно. А солнце, видишь, прям припекает. Обманчивое. А в горах подавно, наверное, прохладней. Поэтому не знаем. Что делать? Сейчас дойдем до дому. Надо сначала всех накормить. Что-то приготовить. А то кроме половины арбуза, яйца, молока, ничего в холодильнике нет. В магазин зайдем. Тут у меня обжаривается лук с куриной грудкой. Потом добавлю грибы и вешенки. В конце сметану. Еще отварю саму пасту. И получается у нас Серегой на обед грибной спагетти. Но это Тимошкина кастрюлька. Сейчас вот вода с картошкой закипит. Потом также все по порядку. Гречка, фрикадельки, они пока в морозилке. Морковка и помидор без кожурки. А вот обеденного сна уже не будет. Решили потом либо не раскачаемся, либо будет поздно. Хотим съездить на страусиную ферму. Тогда едем. Ну, чтобы ты посмотрел на птичек. Не хочешь? Нет. Дома останемся? Нет. Едем. Смотри, страус какой. Какой страус. Смотри у страуса. Как на видео. Смотри, перья какие. Димаш. Труднее бойся. Вот они. Большие. Главное, просто руку вошли. Не надо. Сера, убери. Потом поменьше будет страус. У меня такое чувство, что он сейчас перепрыгнет. Смотри, какие у него пальчики. Видишь? Они имитируются. Своими когтями. Большие. Как динозавры, да? Да. А где олень? Прикольно. А тут пушистый, да? Какой? Ой, ой. Ой, ой. Ой, давай, давай. Бэмби. Лань европейская это? Европейская лань. Олень средней величины, распространенной в Европе. Как бы его сюда заманить? Олень! Такая расцветка красивая. Тимаш, смотри, какой лохматый пони. А вот пони. Это маленькая лосишка. Бойся, не бойся. С папой, да. Кудрячки. Не бойся. Не бойся, не укусит. Не бойся, ты же с папой. Мама, я тебе не позволю никому тебя укусить. Ты что? Бараны еще есть. И козел все четко высматривает. Там вон тараны там бегают. И вон один смотрит. А, это так закрывается у них калитка. Да, это... А мы думали, они на свободе. А, оказалось, они хитрые просто. Сбежали вот с курятника. Я вспомнил, как вы кусаетесь. Да я меньше сидяча. От него не знаешь, что ожидать. Он это своей головой туда-сюда. Ну, здоровый. Здоровая курица. И такой гордый. Перемещаются люди, ездят. А, маму, она близко. Ой, я что-то увлеклась камерой. Курочки, да? Красивые какие. Да. Вот это. Это курочки. А их боишься? А они... Какой звук издают? Ку-ку-ку. Правильно. Это петух так. Нет, курочки ку-ку-ку. А курочки вот так... Ку-ку-ку-ку. Нет, ку-ку-ку-ку. Пу-ку-ку. Ну, давай у них спросим. Это ку-ку-ку или пак-пак-пак? Он сейчас палец сожрёт. А тут маленькие стравосята. Давай, пусть папа покормит вот этого. Вот так, на. У них всё перекосанное хорошее. Ой, он не может. Ага, что-то у него челюсть. Уехала. Больно? Всё, нет. Ой, мимичность. Челяет пресвечащий. Черепашки, он говорит. Она тебя никогда не укусит. Подержать хочешь? Да, это морские. Павлины. Ой, вот этот красивый. Вот этот самый такой холёный. Смотри, Сын. Тимош, вот. Я-то всё сам. А это павлины-альбиносы. Белокурые. Такие хохолки вот эти у них красивые. Вот я, вот ещё кучу я, мам. Курится? Да. Не сушка. Фазан самый лучший бегун среди всех представителей куриных. Вон он, бегун. Заберись тоже. Так, тут оператор Варвара руку мне трясёт. Вот, удалось заманить. Тимош, смотри. Смотри, рога. Чё, погладить тебя? Иди сюда погладь. Порчим. Покусать я, пап. Чё я, гасать я, пап? Не, не укусит, Тимош. Находится ферма между Чон-Арыком и Байтиком. Ориентир вот эта арка. Вот это. Её проезжаете и сразу с правой стороны. Уже всех посмотрели, но Тимошину столько понравилось, что они решили пройтись по второму кругу. А мы вернулись в машину, варю, кормлю. Мы с Серёгой сюда ездили года четыре назад. И тогда сама ферма была поменьше, страусов было не так много, но и не настолько облагорожено. Сейчас стало намного лучше. И вход недорогой. Всего 50 сомс человека. До трёх лет бесплатно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лично я нагулялась уже за сегодня, а Тимофея нет. Видите, на самокате он ещё не покатался. Вот ходим уже полчаса. Сейчас ещё немного и домой.